Журналисты более 20 средств массовой информации из стран Восточного партнерства и Европейского Союза обсуждали в Тибилиси в течение двух дней вопросы изменения климата в регионе и в мире в целом. Распространение болезней, повышение уровня морей и океанов, ураганы, засуки, лесные пожары, суровые зимы и жаркие лета, оползни и другие катаклизмы – это всего лишь некоторые негативные явления, которые связаны с потеплением на планете в результате выброса СО2 в атмосферу. Результат так называемого парникового эффекта. Европейский Союз ставит новые цели по энергии и климату – добиться снижения выброса СО2 в атмосферу к 2030 году на 30-40% ниже нынешнего уровня. Кристоф Фреринг, руководитель группы экспертов проекта. План, посредством которого к 2020 году эффективность использования энергии должно возрасти на 20%. Реально, реально достижение к 2020 году улучшения в 20%, к 2030 году улучшение к 30%. Соглашение мэра Восток КОМЕСТ призвано улучшить ситуацию по климату и энергии в странах Восточного партнерства – Грузия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Украина и Молдова. Татьяна Деревянкина – менеджер по коммуникациям проекта. Все сегодня собрались журналисты из пяти стран – из Армении, из Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы, для того, чтобы обсудить виды деятельности и каким образом реализуется соглашение мэра в странах Восточного партнерства. И эксперты из Грузии, Азербайджана, Армении говорили об роли масс-медиа в информировании общественности, о финансировании проектов в области климата и энергии, об особенностях регионов в этой сфере. Ануш Беглаян – старший эксперт по коммуникациям проекта. Программа соглашения мэра в Армении очень успешна и находит большое понимание среди местных руководителей общин. Уже более 20 городов на сегодняшний день являются подписантами соглашения. И уже девятое соглашение – план по климатическому и энергетическому развитию. Он утвержден со стороны комиссии, то есть у нас уже девять утвержденных планов по устойчивому развитию. Соответственно, мы считаем, что это большой успех для нашей маленькой страны. Особенную роль в выполнении соглашения мэра по климату и энергии в странах Восточного партнерства ЕС отводится масс-медиа. На семинаре в Тибелисе журналисты разных стран делились опытом освещения проектов городов подписантов соглашения. Роль в масс-медиа для того, чтобы довести до этих людей, как можно сместить целый пар, их, наверное, это меньше волнует, если сказать, что можно меньше тратить на отопление, но чтобы отопление было нормальным. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно! Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале! «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни! Примария урашулы Чимишлия testeаза ун системы производства энергии электричества в база панурилор фотоволтаице. Представляю издание «Хаккназ». Тема очень интересная. Когда мне пригласили, сомнений не было, что надо поехать. Это актуально и для Азербайджана, но, я думаю, и для всех стран полсоветского пространства, поскольку на нашем пространстве как раз-таки вот эта сфера пока еще, к сожалению, не особо развита. Но процесс идет. Азербайджан, для Азербайджана это почему интересно? Потому что есть нефть, но рано или поздно, конечно же, когда-то она закончится. Ну, через 50 лет, может быть, через что, но закончится. И надо думать о будущем. Поэтому очень интересная тема. И плюс еще, опять же, экология и вот это вот глобальное потепление. На второй день семинара в Грузии журналисты посетили город Рустави, что в 10 километров от Кубелеси. Здесь они ознакомились с модернизацией центрального парка города, детского сада и улиц. И убедились в эффективности внедрения проектов по сокращению выбросов СО2 в атмосферу энергоэффективности и энергосбережения ресурсов в регионе. Андрей Барган, Медиа ТВ, Молдова